Он обманул сразу несколько пенсионерок, а заработал на этом всего 2500 рублей. В МИАСе задержали курьера, который участвовал в схеме. Ваш родственник попал в ДТП. Его допрос покажем прямо сейчас. Сколько за работу получил? 2500. Как получил? Процентами, типа от заказа. Рассказываешься день? Да. Двину признаешь? Да. Ущерб защищать планируешь? Конечно. Этому парню 18 лет. Криминальный заработок он нашел в интернете. По условиям работодателя, молодой человек должен был приходить по указанным адресам и без лишних слов забирать деньги у пенсионеров. Пожилые люди думали, что их близкие стали виновниками аварии, и чтобы помочь им, платили крупные суммы денег. Поэтому без раздумий отдавали все накопления. Так, первой жертвой стала 82-летняя местная жительница. Она отдала курьеру 100 тысяч рублей. Об обмане узнал внук потерпевший и обратился в полицию. Второй жертвой обмана была 87-летняя пенсионерка. Бабушка на спасение близкого отдала 18-летнему парню 300 тысяч. Теперь курьеру грозит срок. Его кураторов ищут. В Южноуральске женщина разбила сковородкой окно в чужом доме. Забралась в комнату и вынесла бытовую технику. Подозреваемой оказалась 54-летняя женщина. Ущерб от ее действий составил 2000 рублей. На нее заведено уголовное дело. Челябинские полицейские поймали воришку автомобильных зеркал. Трудно представить, что на этом он заработал больше миллиона рублей. 46-летний рецидивист выбирал машины подороже, как правило, премиум класса. Схема преступления всегда была одна и та же. Ночью с иномарок припаркованных у домов он скручивал зеркала. В полицию обратились 13 потерпевших с заявлениями о пропаже деталей от дорогих машин. Общий ущерб – 1 миллион 300 тысяч рублей. Позже вора нашли, а при нем и три ворованных зеркала. Остальные он успел продать в соседнем Екатеринбурге. В отношении вора завели уголовное дело. А у работника интернет-магазина на Копейском шоссе украли два мобильника на 115 тысяч. Их украла 40-летняя женщина, которая пришла к нему устраиваться на работу. Она прошла собеседование, заполнила анкету и ушла. А вместе с ней исчезли и два мобильника работника компании. Похищенные сотовые телефоны она сдала в комиссионный магазин, а деньги потратила. В Арнинском районе с помощью трактора украли железную будку, и никто этого не заметил. Преступник действовал ночью. В селе Бородиновка местному жителю понадобилась подсобка во дворе, и он решил ее украсть. Выбор пал на металлическую будку, стоящую на территории зернотока одного из местных предприятий. Теперь на похитителя заведено уголовное дело. У Челябинца угнали горный велосипед за 20 тысяч рублей. Житель Центрального района оставил транспорт у подъезда у дома на проспекта Ленина. Но кто-то его угнал. Теперь воришку ищут.